Дорогие друзья, здравствуйте! Вновь мы в этой студии, где будем изучать уроки субботней школы. Мы напоминаем вам, что мы занимаемся изучением уроков субботней школы под общим названием жизни Иосифа. И сегодня мы будем говорить о путешествии в Египет. Урок номер 4 так и называется «Путь в Египет». Поможет нам в этом гость, приглашенный в нашу студию, Эдуард. Здравствуйте, дорогие зрители. Здравствуй, Эдуард. Спасибо, что ты с нами сегодня, поможешь нам изучить этот урок. Хотелось бы напомнить о том, о чем мы говорили до этого. Значит, Иосиф встретился с братьями, братья его не приняли, разозлились на него, решили убить, передумали и продали. Этот опыт, который он пережил в тот момент, это было, конечно, для него нечто шокирующее, которое привело его в ступор, и он не понимал, почему это происходит. Мы попытаемся в этом уроке изучить и пережить то, что пережил в тот момент Иосиф, когда он направлялся в Египет. Какие были мысли у него, что он думал, о чем он переживал, и попытаемся взять для себя какой-то урок и посмотрим, было ли это в Божьем плане, чтобы именно так все произошло. Ведущий текст говорит, послал перед ним человека в рабы, продан был Иосиф. Первый вопрос звучит так, Божье проведение действует. Перечислите минимум 7 действий проведения, которые Богу пришлось совершить, прежде чем Иосиф мог быть послан в Египет. Мы не сомневаемся, что именно Господь послал Иосифа в Египет, потому что об этом говорит 104-й Псалом. Но давайте из истории, которую мы изучили до этого, проследим эти 7 шагов. Первое, это было решение Якова послать Иосифа к своим братьям. Второй шаг, это решение Иосифа пойти, то есть он согласился пойти, отнести и кушать братьям. Третий момент, он не находит братьев, но встречает незнакомца. Тоже было Божьим проведением, чтобы он направил его в нужное место. Четвертый момент, это когда он пришел, братья решили убить его. Хотя это не было Божьим методом действовать, но Господь допустил это. И следующий шаг, это когда Рувим предложил не убивать его вообще-то, но бросить в ров. То есть Господь подействовал на него своим духом, и он предложил это братьям. То есть здесь мы тоже видим проведение Божьего. Конечно же. И следующий шаг, это Юда предлагает его продать измальтянам. Ну и последнее, это конечно же случайно, как говорят люди, измальтяне проходили оттуда. И они купили Иосифа и отвели его в Египет. Это и были 7 проведений, которые действительно случились по Божьей воле, и в таких вот обстоятельствах оказался Иосиф, он был продан. Следующий вопрос, почему из всех сыновей Якова Бог избрал именно Иосифа? Как того, кого необходимо было послать в Египет для совершения великой работы? Чем Иосиф отличался от всех, и почему выбор Божий попал именно на Иосифа? Ну, 37 глава книги Бытия говорит о том, что он доводил худые слухи о братьях своих. Для нас это кажется не очень-то хорошим качеством, но мы видим, что этот человек, он когда достиг Египта, в доме Патифара проявил свои качества делового человека, знающего свое дело, который делает и исполняет работу точно, делает ее на совесть. То есть это не было что-то, что зародилось в нем в Египте, оно было с дому еще. Но там это проявилось в нем в Египте. И примечание говорит, что он боялся Господа, он был послушен Отцу, и поэтому Господь избрал именно Иосифа послать в Египет. Согласен. Здесь написано также, что у него было отвращение ко греху. Не потому, что он хотел выделиться как-то перед Отцом, вот смотри, какой я хороший, эти грешат, а я не грешу. Вот посмотри, какой я хороший. Но все-таки было ли у него действительно отвращение ко греху? Да, мы видим, что этот человек боялся Господа. Что значит бояться Господа? В дальнейшем мы увидим, что это отвращение ко греху и избавило его от того, чтобы он согласился на те предложения, которые делала ему жена Патифара. То есть это было заложено в нем с детства. Проследуем далее, будем говорить о том, что случилось после того, когда Иосиф был продан. Значит, представим себе то, что Иосифа забрали от братьев, и он начал свое путешествие в Египет. Несомненно, он чувствовал себя рабом. И без сомнения можно быть уверен в том, что он видел, какова жизнь раба. Потому что, я думаю, что у его отца тоже были рабы, у него тоже были слуги. Он понимал, что это люди без никаких прав. Это люди, совершенно обладающие правом на тебя и могущие сделать с тобой все, что угодно. И совершенно в другой стороне он не понимал, как будет слаживаться его жизнь. Расскажи нам, пожалуйста, какие чувства испытывал Иосиф в то время, когда он уходил из этой родной земли, когда он видел те холмы, где были шатры его отца. Какие чувства его переполняли? Это был ужасный опыт. Не дай Бог кому-то пережить. Это то, что пережил Иосиф. Но, знаете, для свободного человека стать рабом – это хуже смерти. Псалом говорит, «Душа моя насытилась бедствиями, и я сравнялся с нисходящими в могилу». То есть, для свободного человека лучше было бы умереть, чем стать рабом. Поэтому Иосиф, проходя мимо шатров, кровам проходил мимо шатров или тех долин, холмов, где жили они, он с горечью вспоминал, как он проводил там время. И, конечно же, его страшило будущее. Он не знал, что его ждет впереди. Как ты считаешь? У меня вот такой вопрос. То, что происходит с человеком, то, с чем он сталкивается в своем жизненном пути, всегда ли он верит в то, что это Божье руководство? Всегда ли он предполагает, что все, что с ним происходит, все происходит по воле Божьей? Вот в вопросе БМ мы сейчас как раз будем о том говорить, что когда больше всего мы способны сомневаться в Божьем руководстве? Когда нам трудно, когда Господь допускает некоторые испытания в нашей жизни, будь то болезнь или бедствие, или бедность. И у нас есть пример, это пример Йова, который потерял все, потерял детей, потерял богатство, и сам заболел. То есть это очень тяжелое испытание. Потом израильтяне в пустыне, они не имели воды, они не имели хлеба, и в такие моменты человек начинает сомневаться, а действительно ли Господь руководит мной. Конечно же, у каждого человека мы смертные, мы грешные люди, и наступает такой момент, когда мы сомневаемся. Когда мы находимся в одиночестве. Когда мы в одиночестве. И когда огромное количество испытаний окружает нас. В этом же положении находился Иосиф. Ты можешь с этим согласиться? Конечно же. Почему Бог позволил, чтобы одиночество постигло Иосифа? Ну, апостол советует нам не бояться огненного искушения. Именно это огненное искушение постигло Иосифа. Конечно же, Господь имел свои планы относительно Иосифа. Он послал его в Египет, но Иосиф этого не знал. Он впоследствии понял это. В тот момент он этого не знал. Что произошло с Иосифом? В течение нескольких часов, говорит, он постиг то, чего не постиг бы дома в течение многих лет. А что именно? Он постиг, что такое доверие Господу. И он понял, что такое вера твоя. То есть не вера отца, не Бог отцов, а твой Бог, на которого ты можешь положиться. Да, согласен. Можно себе только представить, что, какими благами он обладал в доме своего отца. Потому что отец не был бедным человеком. Он окружал его и заботой, и нежностью. И он не имел ни в чем абсолютно нужды. И центр внимания был Иосиф в этом доме. И все обращали на это внимание. Сейчас он полностью оставлен. Он один. И то, что пережил на тот момент Иосиф, мне кажется, что сделал его сильнее. Господь забирает иногда те вещи, на которые мы полагаемся больше всего. Будь то друзья или материальные ценности, чтобы мы научились доверять ему. Да. Третий вопрос. Мы будем сейчас говорить о том, насколько сильно изменился Иосиф и чему это путешествие научило. Вопрос так и называется от детства к зрелости. Получается, будучи ребенком, он стал взрослым человеком, полностью осознающим свои поступки и свое будущее. На какое обетование могут уповать все богобоязни родителей, воспитывая своих детей? И вот здесь корень того, что послужило для него благом на будущее. Действительно, мудрый Соломон говорит, наставь юношу при начале пути его, и он не уклонится от него, когда и состарится. Яков уделял внимание воспитанию Иосифа. То есть, это не было время, потраченное даром. Он не только баловал его, но он и учил его. Это воспитание и было тем основанием, на котором Иосиф созидал свой характер. И поэтому он обратился к Богу, он слышал о Боге, ему рассказывали о Боге, но теперь он обратился лично к Богу. Теперь он познал Бога лично. И тогда те истории, которые он слышал дома, они всплыли в его памяти. Он слышал, как Господь вел Якова, как заботился о нем. И теперь он мог познакомиться на своем личном опыте. Да, вот ты очень хорошо отметил то, что Иосиф, он хоть и был любимым сыном, но не был избалованным. Он был правильно воспитанным сыном. Да, ему уделялось внимание. Но также, при всем приятом Яков, не забывал его правильно, духовно наставлять. И он знал, кто такой Господь. И это ему очень пригодилось. Следующий вопрос об этом и говорит. Кому единственному мог звать Иосиф в своем одиноком изгнании и как это решение изменило его жизнь? Ну, Псалмы вообще много времени или много стихов уделяется тому, что даже если мать, отец оставят нас, даже если друзья отвернутся, то Господь говорит не отринять меня. Иосиф почувствовал руку Божию, когда он в доме Патифара начал восходить по этой лестнице в своем социальном положении. Он уже не был таким безправным рабом, то есть он имел какую-то ответственность. И он решил при любых обстоятельствах твердо держаться тех наставлений, которые преподал ему Яков. То есть не нарушать закон Божий. И это решение, оно помогло ему остаться верным. Как ты считаешь, положительнее ли это для нас пример? Конечно же, для нас это для молодежи это идеал, к которому нужно стремиться, потому что есть такие молодые люди, которые они остаются верными при любых обстоятельствах. Даже когда сложно, даже когда мы сомневаемся, а может поступить мне так, а может быть лучше так. Но Иосиф не сомневался, он знал волю Божию и твердо следовал по этому пути. Без сомнений можно полагать, что в жизни человека бывают такие ситуации, когда он себя чувствует очень одиноким. Он думает, что он оставлен, он больше никому не нужен, и казалось бы, что даже Господь его оставляет. Вот вопрос В так и говорит, о чем мы должны помнить, когда мы видим себя оставленными? что как Господь над боящимся его. То есть, Господь никогда не забудет, не оставит тех, которые полагаются на него. Даже самая слабая душа, которая взывает Господу с верой и говорит, силы ада не могут одолеть ее. Поэтому нужно взывать Господу. И также пример Иисуса, что Он претерпел многие искушения, Он претерпел побои, поругания, но это не заставило Его свернуть из пути долга. И поэтому Господь, когда допускает такие вещи в нашей жизни, мы должны понимать, что это поможет нам избавиться от гордости, от себя любия, от какого-то идола, то, чего мы, может, дорожим этим очень сильно. И, конечно же, это болезненный процесс, но мы должны повиноваться воле Божьей. Мне очень нравится последняя строчка примечания вопроса В, третьего вопроса В. Пусть ни один христианин не думает, что он наставлен, когда его постигают часть испытания. Даже у христиан, я могу сказать, на своем собственном опыте, бывают иногда такие состояния, что кажется, что просто пускаются руки. Хочется, не хочется жить практически, и бывает настолько глубокая вот такая депрессия на тебя находит, что ты сомневаешься в том, что Господь тебя поддерживает во всем, хотя у нас есть заверение в этом. Действительно, это и означает жить верой, то есть не смотреть на те обстоятельства, которые окружают нас, но даже проходя через эту тьму, через этот мрак, понимать, что это все пройдет, и Господь вновь дарует нам светлые дни. Да, согласен с тобой полностью, то, что ты сказал насчет веры, вера в данный момент, когда человек находится в таком очень шатком положении, она максимально может ему помочь, поэтому сейчас будем говорить о вере, о той вере, которая способна побеждать. Четвертый вопрос называется побеждающая вера. Несмотря на свои юные годы, какую победу обрел Иосиф над обстоятельствами, с которыми столкнулся, и как вера повлияла на это. Значит, то, что мы упоминали и раньше, Иосиф был успешен в доме господина своего, в доме Патифара, и, говорит, он не знал ничего, кроме хлеба, который ел Иосиф, то есть, все было в руках у Иосифа, он был управляющим в доме Патифара. Псалом 35-й говорит, Господь поставил ноги мои на камни. Думаю, это было и выражением сердца или благодарности Иосифа, потому что, он был так жестоко обманут, своими братьями продан, он лишился отеческой заботы, но Господь вновь поднял его, он увидел в этом заботу Божию и любовь Божию. Что говорит Библия о тех, которые позволяют обстоятельствам преобладать над их верой? Мы только что говорили о обстоятельствах, которые окружали Иосифа. Я думаю, что, будучи управленцем в доме Патифара, его тоже огружало огромное количество испытаний и искушений. Он мог поддаться тем соблазнам, которые предлагал ему тогда современный Египет. Но, как ты уже сказал, что он остался верным. Вот, что говорит Библия о тех, которые позволяют обстоятельствам обладать над их верой? Ну, знаете, здесь нужно провести такую разграничительную линию между есть обстоятельства, которые не подвластны нам. Например, то, что братья продали его в Египет, это тоже были обстоятельства, но он не мог ничего сделать, он не мог убежать, он не мог наложить на себя руки. Какие обстоятельства, с какими обстоятельствами мы должны бороться, это те искушения, которые были в доме Патифара, как ты упомянул, идолопоклонство, блуд, ложь, воровство, то есть вот этим, с вот этими вещами нужно бороться. Все остальные вещи, которые не подвластны нам, с ними не нужно бороться, нужно принимать с благодарностью, как от Господа. И здесь есть пример, когда народ израильский ходил осмотреть землю, они увидели, какие там города, какие укрепленные города и расплескали худую молву о земле той. То есть действительно, казалось бы, если разумно подумать, то не стоит входить в эту землю. Но в этом и заключается вера, что если Господь сказал, что нужно идти, мы должны повиноваться Ему. В этом примере мы видим ясность того, как обстоятельства преобладают над верой. Следующий вопрос будет говорить о том, какие обетования у нас нам даны и что мы получим, если выстоим во всех искушениях и если не дадим обстоятельствам преобладать над верой? Среди этих людей, которые ходили осмотреть землю, был также Иисус Навин и Халев. Все его современники, они остались в пустыне. Этот человек вошел в обетованную землю, он унаследовал то, что сказал Господь. Кроме этого, сегодня и нам Иисус обещает, говорит, и воссядет со мной на престоле, как я воссел одесну отца моего. То есть, это самое великое обетование быть спасенным, быть с Господом, видеть его лицо, быть победителем. Вот это и есть мотивация, это и есть должно быть наше конечное желание, чтобы получить эти Божьи благословения, остаться живыми и наследовать то, что Господь нам готовил. Заключительный вопрос пятый, который называется «Все в Божьем плане». Когда Иосиф прибыл в Египет, почему было так важно, чтобы он встретился с Патифаром? Здесь начинается какая-то история и чем она заканчивается, тоже очень интересно. Действительно, его не купил какой-то другой человек, а купил именно Патифар. Как ты считаешь, было ли в этом проведение Божьего? Конечно же. Здесь написано, что Патифар был царедворцем или начальником телохранителей фарона. Почему именно к нему попал Иосиф? Попал, мы говорим, потому что Господь вел его. Этот человек был близок к фарону. И когда Иосифа даже бросили в темницу за то, что он не был виновен, он оказался вместе с узниками царя. То есть это, скажем, политические заключенные, которые были близки к фараону. И там оказался Виночерпий царя и Хлебодар. Тоже Господь управлял этой ситуацией. Казалось, бессмысленная ситуация. Попал даром туда, ни за что. Но Господь свел его с этими людьми. И когда он истолковал им сны, Виночерпий напомнил фараону, что есть такой человек, который может истолковать тебе сон. И в конечном итоге они встретились. То есть Иосиф и фараон. То, к чему стремился Господь, он достиг своей цели. То есть мы практически всю историю жизни Иосифа мы видим какие-то постоянные божьи провидения, которые сопутствуют Иосифа. Даже то, что он попал к Патифару, даже то, что он не поддался искушению, попал в тюрьму, это тоже было божье провидение, чтобы он попал в тюрьму. И то, что там были эти заключенные, это тоже было божье провидение. И вот это вот такое все стечение обстоятельств готовило Иисуса к чему-то большему. Видя, как он реагирует на то, что его окружает, как он отстраняется от этих искушений. Мне кажется, это его подготовило его дальнейший путь, для которого задумал его жизнь Господь. Любящим Господа все содействует ко благу. То есть, даже Господь может и не хотел, чтобы Иосиф попал в тюрьму, но он использовал даже эти обстоятельства во благо. То есть, даже проклятие Господь обращает благословение тогда, когда мы исполняем его волю, когда мы послушны ему. Он использует нас для своей славы. Заключительный вопрос, очень интересный, очень важный. В этом вопросе приведены, я признаю, что мои любимые тексты, которые записал пророк Исаия. Давай тогда поговорим о том, почему Божьи планы не всегда отражают наши личные желания. Действительно, иногда нам кажется, что мы бы хотели вот так вот, но Господь говорит, что лучше будет по-другому. И тот Божий путь, который мы видим, не кажется всегда нам приятным. Почему есть вот такое противоречие в Божьих планах и наших собственных? Господь говорит, мои мысли не ваши мысли. То есть ему виднее, и он лучше знает, каким путем вести нас. Даже если бы мы знали будущее, обстоятельства в будущем, то мы не всегда избрали бы верный путь. Господь ведет той дорогой, которой мы должны пройти. И Иосиф впоследствии это понял. он сказал, Господь привел меня сюда. И мы также понимаем, что я должен был пройти через эту ситуацию, потому что эта ситуация научила меня чему-то. Она сделала меня мудрее, она сделала меня лучше. И если мы обращаемся к Господу с молитвой, то Он всегда ответит. То есть искренная молитва, она всегда получает ответ. мы видим это в жизни Иосифа очень наглядно. Как ты считаешь, можем ли мы получить ответ на молитву очень быстро или в тот же момент, как мы поднимаемся с колен? Не всегда Господь отвечает сразу же на наши молитвы. И цель этого промедления испытать нашу веру. Так как было с Ильей, когда он семь раз молился и Господь не давал никакого знака, но в конце концов Господь исполнил свое слово. Он исполнит и с нами, но мы должны больше надеяться и приближаться к Господу, когда Господь не отвечает или медлит. Нам кажется, что не отвечает, но медлит с ответом. Он ответит. В этом его цель испытать нас. Эдуард, это был последний вопрос этого урока. Спасибо за то, что ты помог нам изучить его. Слава Господу. Зрителям нашим благодарным за то, что вы были с нами. Как ты считаешь, какая главная идея, с которой мы могли бы закончить этот урок, и как пожелание для наших зрителей? Из этой истории, которая подошла с Иосифом, о которой мы сегодня говорили. Основная мысль это доверие Богу, и пожелание никогда не бойтесь полагаться на Господа, потому что Он не обманет ваших ожиданий. Спасибо. Дорогие друзья, это был Эдуард, и я, Денис Кожемякин, которые провели этот урок. Мы говорим вам всех благ, и до новых встреч. До свидания. Продолжение следует...